Добрый кучер, с вами Вечер, и это почти ежедневный обзор новостей виртуальной реальности. Погнали! И начнем мы с двух новостей, которые повышают планку погружения в виртуальные миры. Во-первых, Game Voice закончила полный перевод Half-Life Alyx. Вот парочка примеров. Аликс, ну как там дела? И это еще не все. Кое-кто взломал строительную сеть Альянса. Мои наниматели не согласны. Стоять на месте! Нет, 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 спокойно, я просто живу здесь. Однако есть такой, не сказать бы, что неприятный, но важный факт. Перевод нужно накатывать до начала прохождения, иначе есть некоторая вероятность, что из-за конфликта файлов игра может перестать запускаться. Во-вторых, хочется поблагодарить моего коллегу, про которого несколько недель назад я уже говорил. Недавно он смог русифицировать VR-порт Call of the Sea. Благодаря линии разработчиков в игре остался скрытый русский язык. К сожалению, и тут есть небольшая проблемка. Переведены только субтитры в диалогах. В плоской версии, если посмотреть на записки, появляется текстурка-подсказка в черном окошке. Вот только в VR-версии эта механика перекочевала только в первозданном виде. Оба русификатора можно скачать по ссылке в описании. Там же будут и ссылки на Boosty, где можно отблагодарить отечественных альтруистов. Помните, я полгода назад рассказывал о No More Rainbows? Так вот, она покидает Apple App. А она это уже сделала. Ну так вот, в коем-то веке нам разрешают поиграть не за всё хорошее против всего плохого, а с точностью да наоборот. Взяв на себя роль чудища, вы обнаруживаете, что ваш унылый родной мир превратился в настолько радостное райское место, что аж блевать тянет. А значит, пора всё вернуть на свои места. Если так призадуматься, игра отлично показывает ту ситуацию, когда к интроверту силы навязываются дохрена весёлые и общительные засранцы. Серия Budget Cuts в скором времени... А я и здесь уже просрал актуальность. Ну да ладно, игра буквально стала старожила в виртуальной реальности на просторах Стима. И вот разработчики объединили обе части в одну и перевыпустили в виде отдельного проекта для квеста и PSVR 2. Э, а Пико что, недостоин? Так что теперь уже эту картину можно увидеть почти на каждой VR-гарнитуре. 3D-художник команды утверждает, что объединение обеих игр про последнего офисного человека в среде роботов привнесло не только расширение функций, но и добавление нового контента. Но какого именно, это уже смогут ответить те, кто прошёл игры. Ну что? Сыграем. В Гвинт. Бесплатный карт Сентанкардс теперь доступен не только в Стиме, но и на втором квесте. Посетите таверну, попейте пивка, пообщайтесь с местными, но самое главное, участвуйте в местных играх, которые, судя по отзыву в моём телеграм-канале, на которые неплохо было бы подписаться, больше похожи на нечто среднее между Гвинтом и Хердстоуном. Имея в распоряжении 160 карт и 4 фракции, создавьте свою собственную уникальную колоду и её 3D-фигурки, а затем размещайте их на столе. Я понимаю, что это не 700 карт, как в Хердстоуне, но опять же, здесь самое главное, это атмосфера, которую можно увидеть как раз-таки только в трейлерах Хердстоуна. Вообще, у игры есть русский язык, не верьте тому, что написано в Стиме и Околу Стори. Уже почти забытая Dungeon Full Life подала не просто признаки жизни, она анонсирует выход в раннем доступе в конце этого года, а также возможность зарегистрироваться на альфа-тест. В отличие от того же Demio, это больше похоже на реальные ролевые настольные игры, то есть здесь есть группа людей, гейммастер и заранее спланированное приключение, которое развивается сюжетно. А ещё здесь есть возможность пережить его воочию от первого лица, а не только сверху. Да, боёвка не будет, похоже на условный Blade & Sorcery, но глупо требовать этого от игры, которая прежде всего позиционирует себя как на столку. Первоочерёдно Dungeon Full Dive появится на просторах Стима, а после полноценного релиза и на квесте. Опа, а шо это у нас тут? Новый бесплатный мультиплеерный шутер? Сюжетная завязка довольно интересная. В мире случилась какая-то кибербяка, поэтому персонажи из разных игр вынуждены сражаться друг с другом, чтобы получить возможность вернуться обратно в свой игровой мир. Не понятно только, зачем убивать друг друга, но кто я такой, чтобы упрекать за подражание Форнайту? Да и судя по всему и Валоранту тоже. Просто если не брать в учёт визуал, это самый, что ни на есть Валорант. В схватке 5 на 5, небольшие карты и использование оружия и скиллов. Единственное, что так как это ранний доступ, режим пока один, всего 6 героев и от ассортимента оружия глаза не разбегаются. Если проект вас заинтриговал, переходите по ссылке в описании в Steam, потому что после выхода из раннего доступа игра станет платной. Хм, я был почти уверен, что жанр бармена-повара умер лет эдак 5 назад. А, это переиздание на квест. Кстати, Пико ещё в прошлой осенью получил свой порт. Играя, как я уже сказал, за повара-бармена, вы будете держать забегаловку в лучших традициях мультфильма «Монстры на каникулах», потому что к вам будут приходить самые необычные клиенты с зомби, которые, несмотря на, казалось бы, низкий интеллект, довольно вредны. Одному подавай смузи с замороженными глазами, другому гамбургер, в котором всё ещё бьётся сердце, или поджаренные во фритюре пальчики. Короче, как я уже сказал, ассортимент товара более чем соответствует вашим клиентам. Что интересно, на протяжении более чем четверти сотни уровней в компании в живых мертвецов всё равно найдутся умники, которые попытаются вас обокрасть. Ну что, готовы увидеть то, что ещё пару месяцев назад взбудоражило игровое сообщество? Если не понимаете, о чём идёт речь, рассказываю. Разработчики Everslaut не закончили свою игру на стационарной платформе и бросили её в раннем доступе. Получив деньги со стимовских работяг, они решили просто сделать эксклюзив для квеста. Вообще, позже ещё появится версия для HTC Vive XR и Pico. Надеюсь, к тому времени в игру завезут и приятную картинку. Если думаете, что я придираюсь, вот смотрите. Нам разрешили играть за трёх персонажей с различными способностями, с возможностью кооператива. Но с другой стороны, посмотрите на графику в оригинале. И здесь. И это, кстати, продукт уже не в раннем доступе. Но, возможно, я всё-таки придираюсь, потому что оценка у игры 4.4 из 5. Но так как это неполноценный обзор, лучше установите игру сами. Переключенческий экшен Юпитерград вышел в релиз, но пока что только для владельцев Pico. Если коротко, вы станете чем-то вроде Человека-паука на космической станции Юпитерград, где придётся перемещаться при помощи вантусов на верёвках, решать головоломки и, конечно же, перестреливаться. Но есть и нововведения. Например, мир стал чуть более открытым. Первая часть была более коридорна, и игрок просто двигался вперёд. Теперь же, заглядывая иногда в карту, приходится носиться взад-перёд по станции. А на этом сегодня всё. Ставь лайк, подписывайся на канал, и да пребудет с тобой VR!